Где можно переходить дорогу, а где это строго запрещено? Ответы первоклассники находят на картинках. Стены кабинетов городского управления ГИБДД украшены фотопримерами. Однако мало показать, нужно еще и рассказать, говорят стражи дорог. Поэтому начало учебного года самое подходящее для профилактических бесед время. Задача автоинспекторов научить учеников младших классов безопасно передвигаться по городу. Если они справятся с ролью грамотного пешехода, то в дальнейшем смогут стать дисциплинированными водителями. Вот ученики вторых классов уже садятся за руль карта. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но идеальный вариант все ощутить на себе. На этой площадке участники соревнований свои знания ПДД проверяют на практике. Здесь все по-настоящему. Работающие светофоры, пешеходные переходы и знаки дорожного движения. Ученики 10-й и 19-й школ сдают своеобразный экзамен. В роли пешеходов и водителей они осваивают правила дорожного движения, чтобы потом эти знания применить на дороге. Ведь она, как известно, ошибок не прощает. Зная это народное изречение, восьмилетняя Ярослава осторожно садится за руль спортивного карта. Ей предстоит преодолеть полосу препятствий. Это не формула-1 и время здесь не главное. Финиш двигается медленно, но верно. Не сделав ни одной ошибки, Ярослава охотно делится секретом водительского мастерства. Знаниями правил дорожного движения, которые она учила вместе с мамой. Можно переходить по зебре, можно ходить на зеленый светофор, а если загорелся красный, то нельзя. Смотрев внимательно направо и налево, если едет машина, то нельзя, а если не едет, то можно. Начало учебного года самое опасное время для всех участников дорожного движения. Процент аварий с участием школьников возрастает в три раза. Дети, отвыкнув от городской суеты во время каникул, не сконцентрированы и рассеяны. Внезапно появляются на проезжей части, как правило, в неустановленных местах. Перед ГИБДД стоит двойная задача – научить школьников безопасному поведению и призвать водителей быть особо бдительными. И буквально за каждым препятствием видеть готового выбежать на дорогу ребенка. Огромная ответственность лежит именно на родителях, потому что дети в силу своего возраста еще не всегда способны правильно вести себя на дороге. Они где-то могут не заметить, могут повести себя не характерно, так как поведет себя взрослый человек. Этот урок безопасности – первый в новом учебном году. Говорить о соблюдении правил дорожного движения автоинспекторы будут в школах еще не раз. Но этого мало, объясняют сотрудники ГАИ. Нужно, чтобы им помогали родители. Проверка знаний ребенка не займет много времени, но поможет ему безопасно перейти улицу, а также с уверенностью сказать. «Мы знаем правила дорожного движения!» Марьяна Халатриан, Олег Осипьян, Решат Нафиков, Александр Воронов, телекомпания «Краснодар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Brothers